Всем привет! Меня зовут Андрей. Спасибо парни и девчата за поддержку. Компания на выбор. Предлагаю вашему вниманию несколько вариантов, но напоминаю, что не обязательно голосовать за один из вариантов. Вы можете предложить свой. Если он наберет большее количество лайков, то мы будем играть именно за тот вариант, который предложите вы. Если наберет любой предложенный вариант, хотя бы один лайк, я сыграю за компанию эту, если это будет наибольшее количество лайков. Итак, почему мы никогда не обращаем внимания на Литву? Между тем, это очень сильное государство. И во времена Дмитрия Донского, чуть позже, примерно 15 век, 14 век, Литва действительно доходила до Балтийского моря или почти до Балтийского моря, то есть от Балтики до Черного моря. Действительно было сильное государство и сейчас у них очень хорошее стартовое положение. Даже выгоднее, чем у Польши, как мне кажется. Они могут воевать с Большой Ордой, но с Московием возможно рановато, но если что-то замутить с Новгородом, то может что-то получиться. Возможно, что-то с Казанью. Смотря какой расклад будет. Тем не менее, Польша считается сильнее, что не совсем справедливо, как на мой взгляд. В любом случае, в руках сильного человека, мне кажется, умелого, не бездарного, Литву можно сделать сильным государством, а также создать Речь Посполитую при желании. В общем, если ваш выбор Литва, ставьте лайк именно за это государство. Да, не совсем я далеко ушел. Большая Орда, соседнее государство с Литвой. У нас очень неплохое стартовое положение, но с другой стороны, она как раз-таки нас может погубить. Рядом Московия, Литва и Османы, которые не хотят дружить с нами поначалу, по крайней мере. И как-то придется выживать. Тем не менее, у Большой Орды очень большой потенциал. А все потому, что мы кочевники. А кочевники на многое способны. Да вы и сами знаете. В общем, если ваш выбор Большая Орда, ставьте лайк именно за эту державу. Герцогство Бургундия. Очень сильное государство на старте. Да, у нас есть соперники такие мощные, как Англия, Франция и Австрия. Тем не менее, выживать за Бургундию будет очень интересно. Хотя наши земли разбросаны по всей Европе. На три части, можно сказать, разделены. И как-то нужно будет соединить наши земли, либо заключать умелые союзы. Только так мы сможем выжить. И, естественно, нужно будет бить Францию. Конечно, можно было бы заключить союз, но французы в будущем будут для нас большой головной болью. За искусственный интеллект Бургундия почти никогда не выживает. Но мы сможем это сделать с вашей помощью и поддержкой. Если ваш выбор Бургундия, ставьте лайк именно за это государство. И это не совсем мамлюки. Скорее, попытка создать исламское государство. Исламский халифат. Компания могла бы быть очень интересной. Но она будет не совсем простой. Нам нужно будет захватить очень много земель. И в Северной Африке, и в Средней Азии, Бухара. Какие у нас еще здесь есть знаменитые государства? Такие как Бухара, Самарканд. Тимуридов нужно будет захватить. В общем, все исламские державы, включая Османов и Константинополь, а также Крым, должны будут объединиться в одно единое государство. Конечно же, они не согласятся сделать это мирным путем. А потому придется их как-то уговорить. Думаю, вы понимаете, как именно. Если ваш выбор исламское государство, исламский халифат, то ставьте лайк именно за эту державу. Но я хочу вам напомнить, что вы не обязаны голосовать за любой из предложенных или какой-либо из предложенных мной вариантов. Можете предложить свой вариант, и мы будем играть именно за вашу компанию, если она наберет большее количество лайков. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, за поддержку. Оставляйте свои комментарии. Всем спасибо, всем пока.